Еще летом 2018 года Виталик Бутерин пожелал криптовалютным биржам гореть в аду столько, сколько это возможно. Пакт запущен той же компанией, которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей, то очевидно, что они действуют под эгидой властей США, и у них есть какой-то план. Пакт уже тестирует свое приложение для микроплатежей в криптовалютах. Сначала это будет биткоин. Рад приветствовать на канале Коинпост. Минутка лирики, кто заметил, в предыдущем нашем ролике не было приветов, да и с голосом «второй день что-то не то». Итого, из-за ваших жалоб на то, что приветы внутри ролика отвлекают от контента, а также в силу определенных технических заминок, мы выпустили два видео без приветов. Но это не значит, что их не нужно оставлять, а мы не будем их передавать. В ближайшем видео они вернутся, но мы попробуем предложить несколько другой формат. Также планируем вернуть публикацию самых интересных ваших комментариев. Помните, как было у Стругацких? Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный. А сегодня речь пойдет о фьючерсах на биткоин, криптодеривативах, маржинальной торговле и всем том, что на самом деле не имеет прямого отношения к биткоину, но без чего мы не представляем себе рынок криптовалют. Как это вышло и есть ли реальная угроза биткоину? Разберемся во всем прямо сейчас. Только проверь, что уже подписан на наш канал, и если нет, то чего ты ждешь? Еще одно видео, так оно скоро будет. Мы начинаем. Сам удивляясь, насколько я злопамятный, в смысле хорошо все помню. Так вот, еще летом 2018 года Виталик Бутерин пожелал криптовалютным биржам гореть в аду столько, сколько это возможно. Тогда его красиво поставил на место глава Байненс Чан Пенжао, который рассказал, что если бы не биржи, то где тогда индустрия брала бы деньги? И тут он, конечно же, прав. Но что там торгуется на криптовалютных биржах? В последнем нашем итоговом ролике мы рассказывали про новую метрику на портале CoinMarketCap, согласно которой ликвидность на криптовалютном рынке составляет всего 0,2%. Кто пропустил, ссылка прямо сейчас на экране и будет в описании. А теперь давайте еще немного посмотрим на цифры. Берем заявленный объем торгов на CoinMarketCap и смотрим на BitMEX. У меня сейчас 1 миллиард и 370 миллионов долларов. И если промотать вниз, то у Binance это чуть больше 700 миллионов долларов. У вас, само собой, цифры несколько другие, но в целом их порядок сохраняется. Далее открываем другой портал, где предоставлены реальные объемы торгов на рынке криптовалют. И там мы видим целых 180 миллионов долларов по биткоину на всех площадках. Понятно, что большинство бирж криптовалют накручивают объемы торгов ради привлечения трейдеров. Но мы специально взяли BitMEX и Binance, которым вроде как не обязательно что-то фальсифицировать. Чем тогда они таким торгуют, если это не имеет отношения к биткоину? Напрашивается ответ. Воздухом. Но на самом деле речь идет о криптодеривативах. Это все эти штуки, которые называются фьючерсы на биткоин. А по факту не более чем ставки на цену первой криптовалюты. Они не имеют реального обеспечения, но зато торгуются с большим плечом, что позволяет разориться всего за одну сделку. Почему разориться, а не разбогатеть? Потому что на рынке слишком мало ликвидности, и поэтому крупный игрок может встать в короткую позицию по фьючерсам с большим плечом. И в то же время устроить распродажу на спотовом рынке, чтобы обвалить цену. Кстати, аналогичный трюк можно провернуть и в обратную сторону. Просто открываешь лонг и устраиваешь памп биткоина. Но подходит это только крупняку. А мелкие трейдеры могут пытаться ловить подобные движения биткоина, но нужно понимать, что в данной модели рынка, а не в самом низу пищевой цепочки. И если фьючерсы на биткоин это просто зло, то есть куда большая проблема. Речь идет о регулируемых фьючерсах на биткоин. Сейчас расскажу, что с ними не так. А если мы думаем одинаково, то поддержи этот ролик лайком. Спасибо. Доказать это не так. Это невозможно, но чисто теоретически с появлением фьючерсов на CME крупные хедж-фонды получили легальную возможность выйти на рынок биткоина и получить прибыль от трейдинга. И пусть сама биржа все отрицает, ну а что еще они должны были сказать? Что наша цель всех вас разорить? Понятно, что подобного признания мы никогда не услышим. И вот теперь на рынке появились регулируемые фьючерсы на биткоин с физической поставкой криптовалюты. То есть это не ставки на цену. Они предлагают возможности реальной торговли биткоинами. И сначала на бакты были большие надежды, что они отправят нас to the moon за счет привлечения денег с фондового рынка. Затем с них смеялись из-за маленьких объемов торгов. Мы кстати тоже. А теперь бакт подозревают в заговоре против биткоина. Давайте разберемся. Итак, вот уже почти две недели, как дневные торговые объемы на бакт превышают 5 миллионов долларов. А средний суточный объем составляет 9 миллионов долларов. И как бы в сравнении с тем, что заявляют биржи криптовалют, данные цифры все равно смешные, но давайте вспомним реальные объемы торгов, которые всего 180 миллионов долларов. Итого на бакт приходится 1,20 часть рынка, а это уже не так мало. На канале Chica Crypto вышло интересное видео, в котором его автор пытался раскрыть тайны хранилища биткоинов от бакт и проследил их связь с самим Дональдом Трампом. Можно было просто сделать обзор на данное видео или тупо запилить его перевод и показать себя крутым детективом, но вы же понимаете, что все это детали, и если бакт запущен той же компанией, которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей, то очевидно, что они действуют под эгидой властей США, и у них есть какой-то план. И я более чем уверен, что Windows, Starbucks и Fidelity Investments не просто их партнеры, а недостающие частички этого пазла. В какую картинку он складывается, сейчас попробуем выяснить. Еще одна новость. Бакт уже тестирует свое приложение для микроплатежей в криптовалютах. Сначала это будет биткоин, за который обещают продавать кофе в Starbucks. С разработкой, вероятно, помогает Windows. Ну а Fidelity это еще один крупный склад для биткоинов, который решат купить компании и институциональные инвесторы. То есть, вероятно, им тоже откроют доступ к этому приложению, которое стоит ожидать в середине 2020 года. И если вернуться к расследованию Чико Крипто, то хранилище биткоинов от Бакт это та еще черная дыра, из которой совершенно не ясно, как забрать криптовалюту. То бишь, работает оно только в одну сторону. А дальше нам предложат универсальную площадку. Хочешь торгуй, хочешь ходли, а хочешь кофе в Starbucks покупай. Зачем тебе самому владеть приватными ключами? Отдай их нам и живи в свое удовольствие. Вот такая вырисовывается ситуация. И прежде чем высказать финальную мысль, напомню о вашей неоценимой помощи каналу. Когда вы делитесь с кем-то этим видео или, наконец, нажимаете на кнопку подписаться. А мы обязательно благодарим вас новым контентом. Что в итоге? Нравится нам или нет рынок крипто-деривативов, но нас не будут спрашивать, нужен он или нет. Это инструмент для зарабатывания денег для тех, кто готов рисковать. И пока власти не решат, что криптобиржи пора поставить на место, до тех пор там будут вращаться миллиарды долларов, которые не имеют прямого отношения к биткоину. А наступить этот момент может после того, как тот же Бакт дозреет до того уровня своего развития, чтобы стать главным на рынке криптовалют. Как минимум финансовые, технические и политические ресурсы у них для этого есть. Насколько это плохо? Скажем так, нас с вами опять не спросят. Как они смогут с другой стороны заставить отказаться от приватных ключей и самостоятельного владения биткоинами? Просто не ведитесь на их рекламу и сами управляйте своими деньгами. Но есть тут и относительно положительный момент, когда Китай безуспешно пытается остановить торговлю криптовалютами. В США решили действовать по принципу «если не можешь победить, значит нужно возглавить». То есть они видят возможность получить с этого выгоду и не собираются вводить тотальный запрет. Ну а нам с вами нужно быть готовыми отстоять свои права, чтобы их выгода не мешала нашему праву на финансовую свободу. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok